Всем привет! Мы вчера с вами закончили на том, что я щипала коз. За это время я пришла... Какая прелесть! Вот он так будет петь, пока у него батарейка не кончится. Я так подозреваю. Головой крутит, снежинками машет. Тимур мне говорит, это не Дед Мороз, это Санта-Клаус. Согласна. Всех с наступающим Новым Годом! Так, ладно, товарищ, хоть ты и не наш, вот так, дай сказать, как говорится. Ну что, я вам сейчас сделаю видео, но буквально, знаете, из кусочков. Оно состоит из того, что происходило вчера и сегодня. Мы сегодня приехали с транспортной компанией. Мы отправляли новогодние подарки нашим мужикам, которые сидят в окопах, отправили. В телеге я все это дело показывала. Время у нас уже сегодня вечернее, вот, и я подумала, что надо уже браться за дело. У меня со всеми этими делами зависли пуховые изделия к Новому Году. Мне вчера пришла вот такая классная посылка, где был вот этот Санта-Клаус вместе со своим товарищем, маленьким Санта-Клаусом. Я его вчера показывала на стриме, где мне прислали вот такую брошку, судя по всему, для того, чтобы я закалывала вот эти платочки. Я вам сейчас поставлю прям вот буквально, знаете, такой небольшой отчетик, как мы сегодня ездили, как мы все это дело отправляли. И заодно отчетик про то, как мы вчера получали вот эти посылки. Если вам кто-то в следующий раз скажет, что на YouTube не я, самый белый и пушистый, вы не верьте. Смотрите, мне тайный поклонник прислал вот такую посыльщу. Это прям самым натуральным образом посыльща. Смотрите, фонари, Дед Морозы, камины светящиеся. Вот такие классные светильники. Ну, я, конечно, ну что, надо делать полный обзор. Это будет попозже. Так здорово. Спасибо большое. Я уже, конечно, поблагодарила человека, но прям да. Смотрите, какая прелесть. Это в первую очередь пойдет в телегу, в телеграм, ну и, соответственно, на дзен сразу попадет. Тут кружечки, всякие гирляндочки, елочки в количестве двух штук. Два Деда Мороза, три фонарика. Вот видите, светятся. Обзорчик я сделаю поподробнее попозже. Отблагодарю. Гирлянды, ну, мне надо в каждую комнату по елке. Спасибо большое. Все такое, думаю, вот во сколько надо вставать, чтобы успеть все это дело сделать. Посылки с солдатом. Тут у меня отменят тушенка, каша, 10 банов говяжьей тушенки, 10 банов каша. Сейчас будем заказывать палет, сейчас будем. Когда доедем до транспортной компании, потому что посылок много, здесь у нас жилеты еще не отправлены из этих времен. Нас называют казачками России. К Новому году, в общем, нашим ребятам. Подарочки. Посылки, которые прислали с Чувашей, там еще откуда-то. Все поедет. В общем, все поедет. Это вот здесь на столе. Вчера мне посылку прислали, лично мне. С Новым годом. Так, ну, я буду упаковывать. Понимаете, здесь стекло. Вот. И надо, чтобы его не побили. Транспортная компания, чтобы не побила. Вот когда я открываю, отправляю по клиентам, я вот так каждую банку упаковываю. У меня сейчас времени нет, поэтому я вот так, наверное, просто проложу вот этой штукой. И все. И поставим на палет. Ну, я надеюсь, что все это доедет. Мы заезжаем в Волгоград. Вот так резко. Съезжаем. Вот. Сейчас два светофора, и там будет территория Народной Ярмарки. Такой большой там рынок, строящийся. Там недавно обвалилась крыша над торговыми мясными рядами. Ну, а там и до этого еще новый павильон собирались строить. Мы там торговали молоком. И там у нас находится пункт СДЭК. Вот. Мы заедем в этот пункт и возьмем там посылки. Прислали посылки с салом, с копченым, наверное, с копченым. В общем, я, честно говоря, не помню. Эти посылки надо будет переправить на фронт. Да. Вот так. Этим мы сейчас и займемся. Получим посылки. Затем поедем в транспортную компанию. Все это дело упакуем. У меня тут еще в машине кое-чего есть для нас. Мы с людьми собрали. Ну, и вот вам виды Волгограда. Вот видите, при въезде находится метро. Пожалуйста. То есть оптовый магазин. Мы же недавно в Москве были. Ну, да, конечно. Вот это наш широченный проспект Жукова. Четыре полосы. Четыре же или три полосы в одном направлении. По сравнению с московской дорогой. Ну, это вообще ребеночек. Ребеночек. Можно сказать эмбрион. Да. Очень заметно. Очень большая разница. А в Москву мы ездили, возили мясо. Если хотите знать, как это было, ну, посмотрите там. У меня на канале. Пару видео назад как раз рассказывали. Ну, здесь, видите, при въезде все вот эти вот магазины. Технические, технологические, мебельные. Удобно. В город не заезжая, кому неохота матриться, пожалуйста, заехал. Да, на рынок нам сейчас. А вот такой елочный базар. Вот красивые елки. Смотрите, какая прелесть. Сколько же они стоят? Сейчас спросим, где продавец. Елки у нас, друзья, это дефицит. У нас сосны растут. Ну, и то, конечно, вот эти привозные. Елочки всегда дороже. А сколько елка стоит? Что-то я не понимаю. Мне кто-то ответил. Тысяча рублей. Кто ответил? Чего ты с Ридькой классная? Что у него макушка типа лысоватая, да? Он, блядь, сосны выбирает. На мою грузить некуда. Не влезть никуда. Такая огромная. Сосны от 300, а елки от 700. А вот Средькая елка прикольная. Хорошая. Ну, 300, это прям маленькая сосенка. Вот Средькая елочка. Блин, а может влезет она у нас? По 400 рублей. Индюки, конечно, да. Прелесть какая. Это такой сколько? Килограмм 8 будет, да? Нет, здесь вот здесь 10 килограмм. 6. А, 10. 10. На 4 тысячи. Здесь 13, здесь 15. Здесь 5. В общем, круто, конечно. Очки, икра, ребятки. Если нужно, я... Я поняла, поняла, поняла. Вот елка. Каждый раз одной тоже наряжают. Надо искусственную елку иметь. Между прочим, сейчас мода пошла гранатовый сок делать. Ну, то есть, вот они стоят у всех, гранаты и соковыжималки. И это самое, прям при тебе делают гранатовый сок. И не стоит сейчас на обратном пути спросим. А, что? Индюки, сколько вам? Так нормально будет? Это много, поменьше можно? Маленький, насколько поменьше? Вот так нормально. Сельдей, мяты хочешь? 40 рублей. А с чем мы ее есть будем? Зачем она? А я просто вижу, что я завариваю. Я прощаюсь, что я хочу с мятой. Да, почем она? 50 рублей, 50 грамм, но я вам сделаю чуть-чуть. Сделайте нам чуть-чуть, да. И салат сделайте еще тоже. Салат у нас почем? Мята на 30 рублей. Хорошо. Что? Перчик не нужен? Перчик не, перчик у меня есть. Я постоянно с перчиком. Я люблю перчик. Я пошел, почему он туда салат? Салатик дайте, пожалуйста. Салатик. Пакеты, по-весь. Достаточно будет небольшой? Достаточно. 75 рублей салатик. Спасибо. Дыня сушеная говорит. Ему любят. А, мята пахнет, да. Пахнет. Смотрите, здесь только всяких орехов и все такое. А вот эти орехи почем? 350. Еще недорого. Я в Мане вчера у нас брала по 360. Это не такие орехи хорошие. Прямо сами кольца. В общем, изюмы, все на свете. Здесь рис для плова. Смотрите, мне нравятся самовары. Вон там на дровах, видите? А мангалы... Ой, господи. Флагманы. Леганы. Леганы, леганы. Это тарелки леганы, называется. Фасоль. Все, ну, прелесть. Самбо ел, как говорят, но денег нет. Груша 200 рублей килограмм. Груша 200 рублей килограмм. Компот Таджикистан 200. Яблоко тоже 200. А груша вообще недорого, да? Чечевица или что? Это чечевица 150 рублей. Халвата моя всякая. Орехи, как ты хочешь. Все просто. Просто-прост. Ладно, пошли. Давай тельняшки положим вот сверху. Тельняшки, потом... Это что у нас? Матильная. А полоклава вон во второй ящик. Это натильная у нас, да? Да, да. Это белье, штаны. А комплекты там. Угу. Ну вот, нормально. Угу, полностью это. Да, все это упаковали. Посмотрите, как классно выглядит косынка, когда она заколта на груди какой-то брошкой. Точно так же красиво выглядит платок. Ну вот, так как вечером серые вещи показывать, вы все равно ничего не увидите. Я решила показать вам белые, друзья, этим платкам. Они лежат у меня уже давно. У меня не было времени, понимаете? Со всеми этими делами не было времени. Завтра сделаю подробное видео. Вот такие белые платки, смотрите, появились в продаже. Это не паутинка. Это наши. Называют паутинка, но на самом деле это не паутинка. Мне наши платки нравятся больше, понимаете? Потому что они, как вам сказать, не такие тонкие. Они лучше будут держать форму. Вот такой платочек. Вот такая косыночка, смотрите. Платочек 6, косынка. Слушайте, я завтра вам цену скажу. На все эти вещи приделаю номера и завтра сделаю вам видео. Посмотрите, какая прелесть. Вот, смотрите, как хорошо видно, когда вечер, согласитесь. Когда не утро, а вечер. Вот косыночка. Привезли давно, давно еще до моей поездки в Москву с мясом. Кстати, мне сейчас люди звонят и говорят, а когда можно записаться вам на мясо в Москву? Я говорю, у меня нет больше мяса. Ну, такая прелесть. Вот. Еще не все. Вот. Этот палантин я уже показывала. Здесь везде рисунок вот этот кленовый лист. Я не умею ее вязать. Не, ну, если мне схему дать, я, конечно, свяжу. Ну, так что вот прям что-то я вязала какую-то вещь с таким. Нет, я не вязала. Так, это что у нас? А это вот что-то такое ромбовидное. Платок, естественно, все эти платки из такого стриженного пуха. Чуть-чуть остят они. Ну, то есть, ось чуть будет высыпаться. А потом нормально. Такие вещи, друзья, их надо растягивать обязательно. Иначе у них просто-напросто не будет никакого вида. Вон еще одна красивая косынка лежит. Вы меня подождите. Я вам сейчас покажу. Вот, смотрите, косынки вот этой вязальщицы именно вот с таким рисунком очень хорошо берут. Вот, видите, пух у меня всегда хороший, мягонький. Но, все равно он такой стрижный. Вот, видите, смотрите. Ну, приятно же. Смотрите, какая косыночка. Хорошо-то, как смотрится. Так что завтра ждите от меня подробный видос по поводу пуховых изделий. Вот так их носит. Хотите, я вам платок так одела. Пошла за платком, вот, и вспомнила. Вот этот пух, косынка связана вот из этого пуха. Я покупала его себе. У меня еще видео есть. Когда я попала на рынок в Урюпинске, что-то в воскресенье, там я покупала пух. Я еще вам показывала руно такой. Я его, в общем, отдала той вязальщице, которая вязала мне вот этот английский платок. Она его прочесала. Там, конечно, было много отхода, но он такой пух, смотрите, как шикарно смотрится. Она связала такую косынку. Ну, косынка мятая, ну, ничего, мы ее сейчас повесим, она отвиснет. Очень хороший, смотрите, какой. То есть, понимаете, вообще люди, они вот привыкают к одному рисунку, как бы. Вот вы обратили внимание, вот те все белые косынки, они связаны кленовым листиком. Это женщина вот вяжет, ну, нравится, получается у нее кленовый лист. Она как бы не глядя все это у нее выходит, и она и вяжет, да. А вот это, вот видите, она вяжет вот такой какой-то рисунчик. У нее белые косыночки, серые, вот все связаны вот так. Вот таким рисунчиком. Вот для того, чтобы эти все вещи имели форму, они всегда должны быть растянуты, имейте в виду. Не надо превращать вот эту пуховую вещь в такую, знаете, страшную-страшную глисту. Ну, красиво же. И это просто я вот так, как бы не перед зеркалом взяла и что-то там соорудила. Вот так вот, как-то так. На нитку, естественно, спрядина, друзья. А вот, смотрите, паутинка Оренбургская. Это спрядина, друзья, на веретено с шелковой ниткой. Такая, вот. Ну, вообще, у меня все. Опять начался показ мод, показ платков. Я это дело люблю. Завтра мы будем кос чесать. Смотрите, какая прядина. Это же такое надо измудриться связать. Спрядина на веретене. Здесь такие ромбы. Ромбы. Такая вот красотища. Большая. 150 на 150, 100 процентов. Вот. Вот как носить. Ну, прелесть же. Мне нравится. Завтра вас ожидает. Так, друзья, пока. В общем, смотрите. То, что мы сегодня делали. Не знаю, как вы это будете носить, если купите. Вот. По-моему, прелесть. Так, ладно, я увлеклась. Завтра сделаю вам подробное видео. По-моему, постараюсь по этому поводу. Брошкой тоже можно закалывать. Такие платочки. Ну, конечно, такой платок, он большой. Для того, чтобы его на голову надевать, он большой. Но в то же время, вот, пожалуйста. Он тонкий. Достаточно тонкий для того, чтобы вот так вот его можно было заторпировать. Красиво, красота. Продуваются. Конечно, такие вещи, вот, ажурные, они все равно будут продуваться. Вы знаете, как раньше делали наши бабушки? Для того, чтобы не продувался, сюда вставлялся платок такой. Хэбэшный, короче. Хэбэшный платок вставлялся, вот тогда не продувается. Даже толстые наши платки продуваются на ветрах, на ветол. Нет, оно от ветра не держит. Это, знаете, хорошо ходить в мороз, когда, ну, когда не дует. Вот, а когда дует, конечно, все это вставляет сюда что-то такое. Ну, понятно, да? Ну, вот, как смотрится белый платок. Вот видите, простая брошка сподвигла меня на переодевание, на перемену всяких платков. Сюда, мне кажется, она, конечно, грубовато смотрится. Мне кажется, у нас что-то понежнее. Но, тем не менее, сам факт, как это можно носить, таким образом. Так, ладно, друзья, всем пока. Симпатично смотрится, мне так кажется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!